Как выбрать правильный путь? У судьбы для нас приготовлено много дорожек. Часто бывают ситуации, когда мы не знаем, не можем определиться, какое направление для нас будет самым лучшим, самым оптимальным. Поэтому, если у вас случается такая вот ситуация, вам поможет расклад выбор пути. Таро подскажет, что скрывается за каждым поворотом дороги. Вы можете в этот расклад добавить несколько вариантов развития, которые бы вы хотели посмотреть. Ну вот в этом раскладе я добавила просто по умолчанию два пути. Путь А и путь Б. Давайте посмотрим позиции. Первая позиция, первая карта – это архетип вопрошающего, то есть характеристика личности, которая сейчас стоит вот на этой развилке, думает, куда же мы пойти дальше. Следующая позиция по путям. То есть у меня в раскладе, вы видите на картинке, что показаны пути А, Б. Вы можете добавить количество путей, которые только захотите. Сколько у вас поместится на столе, на сколько у вас карт хватит, столько можете вы и выложить. Но обычно люди смотрят два-три пути, этого достаточно. Позиция 2.6. Как путь начнется? Какие события начнутся вот с вами? С чего это всё первый шаг? Что случится, когда вы пойдёте, ступите, свою ноженьку поставите в этом направлении? И что с вами начнёт происходить? Третья, седьмая позиция. Что путь отнимет? То есть какие всё-таки будут потери, от чего придётся отказаться, если вы последуете по этому пути? Какие будут жертвы у вас, если вы будете идти в этом направлении? Четвёртая, восьмая позиция. Что путь подарит? Какие радости, счастья? Вот какие позитивные события вас ждут, если вы пойдёте этим путём? И пятая, девятая позиция. К чему путь приведёт? Что вам в итоге ожидать от этого пути? Чем всё закончится? И вот в пятой, девятой позиции я рекомендую всегда делать, то есть определить время. То есть обязательно определять те сроки. И десятая карта, карта совета, которая поможет вам определиться всё-таки, какой путь выбраться и в какую сторону вам сейчас отправиться. Исходя, конечно, из ваших целей, потому что когда мы ставим на перекрёстке, вам в первую очередь нужно определиться, чего вы хотите. То есть чего вы хотите достичь, и какое из направлений, какой из путей вам поможет туда добраться, ну максимально быстро желательно, и с наименьшими потерями, конечно же, с лучшими, приятными достижениями и приобретениями. Вы можете сделать, попробовать, сделать этот расклад самостоятельно, можете прийти ко мне на консультацию. Также мы этот расклад разбираем на практике Таро у меня в школе Таро. Если у вас будут вопросы, я буду рада на них ответить. Продолжение следует...